друзья привет я пропустила два дня игры вернее игру я не пропускала свою 30 желаний за 66 дней но я пропустила два выхода в эфиры вчера не вышла и позавчера захандрила вот но надо опять нажимать эту точку на телефоне и начинать действовать темы нету как обычно могу только ответить на ваши вопросы минимум 5 15 минут я должна быть в эфире даже если мы с вами будем просто молчать и все равно буду выходить так как мне нужно закрывать эти цели несмотря ни на что сейчас покажу ваши вопросы расскажу как я провела день проснулась смотрела сериалы вот работала по целям сходила на массаж сейчас мою красивую прическу которую с утра уложила намазали маслом я опять как дурочка выхожу в неприглядном виде к вам не удается мне все быть тут приукрашенной перед вами ну ладно как есть так что давайте как обычно по вашим вопросам потому что темы я не придумала но раз мне надо значит буду так благодарю всех кто присоединился что вы со мной я очень рада но вопросов они вот есть привет вы сами удалили видео про прошлое нашей планеты или youtube забанил youtube не прислал уведомление что они его должны удалить на проверке и я уже сама нажала кнопочку его удалить чтобы они его не проверяли так что и да и нет ну и плюс эта инфа людям не зашла вот после этого видео у меня был отписок просто капец сколько и моя аудитория не готова слушать мое видение о том кто мы откуда к чему идем ну и в том числе про религию про бога так что это надо где-то на закрытом вещать об этом так хочется задать вопросы давай задавай почему нет вы прекрасны спасибо большое прекрасно выглядите жаль и интересное было видео не ну раз вы его уже посмотрели чего жалеть то вы уже информацию это получили все хорошо ненависть к себе это сущность давайте определим что такое сущность да каждый кто говорит об этом имеет что-то в виду свое пропускает через свои шаблоны мышления для меня сущность это какое-то энерго информационное поле негативное да это ваша программа это ваш шаблон ваша убежденность чем то которая сама по себе тоже хочет жить то есть это нейронная связь в нашей голове можно сказать такой солитон по которым бегает электричество если вы хотите разрушить эту нейронную связь устойчивую устойчивое свое убеждение эта связь начнет сопротивляться потому что вы ее хотите убить ну разрушить это убеждение перестать ее подпитывать своей энергией и если вы начнете предпринимать какие-то шаги чтобы эту связь разрушить пробовать там верить в что-то другое отрицать эту штуку эта фигня начнет сопротивляться и подкидывать вашу голову куча таких всяких мыслей которые проецируют нашу реальность и вы будете либо подтверждать себе что все-таки ваша первоначальная мысль устойчивое убеждение было правильным вот и будут все время стягивать на себя энергию вы на этом будете терять энергию поэтому можно сказать да это некая энерго информационная сущность вот но эта сущность это часть вашей головы это часть вашего мозга это часть ваших убеждений это ваши программы это ваши убеждения это ваши мысли вот поэтому куда-то их изгонять работать магичить сидеть там со свечками делать ритуалы но это бесполезная хрень вот и с этими сущностями можно работать только через психологию только через рассуждения через принятие через то что да я допустим в этом была убеждена почему-то это хорошо это был какой-то мой путь это какое-то было мое развитие информация была нужна какую пользу из нее извлекают то есть подружиться с этой сущности да с этой мыслеформой своей да как это можно использовать с пользой то есть мы не будем отрицать если вы хотите проснуться да отрицать что есть что-то плохое что есть что-то хорошее что есть что-то правильное или что-то неправильное мы просто все будем принимать таким какое оно есть и учиться учиться использовать это себе во благо миру во благо брать оттуда пользу да и брать оттуда энергию не кормить все время эту мыслеформу эту сущность своей энергией сливаться туда постоянно нервничать уходить в состояние энергетического там спада какого-то потому что мы будем туда всю энергию отдавать а будем учиться с ней дружить то есть мы этим мои подписчики этим и занимаются мы трансформируем наши убеждения в пользу то есть что это такое находим суть каждого убеждения каждой программы каждой мысли формы и начинаем это уже использовать так чтобы это было блин во благо и чтобы это нам приносило энергию удовлетворение там радость что угодно чтобы это созидало то есть это как взять электричество атомную бомбу это неплохо и нехорошо вернее атомную электроэнергию давайте возьмем неплохо и нехорошо можно бомбу сделать убить весь народ можно электричество для блага жизни нашего молоток и можно убить кошку можно сделать полезные какие-то вещи дома с помощью молотка и так все так каждая эмоция каждое чувство каждое слово каждый предмет живой не живой все что угодно мы можем просто научиться правильно использовать так что вот это мое мнение что такое на самом деле сущность для меня вы можете соглашаться с этим можете не соглашаться кто-то идут кто-то идет к экзорцистам вот и пытается избавиться от части себя куда-то это все запрятать далеко но в будущем эти люди сами себе по башке и дадут потому что эта хрень напомнит о себе рано или поздно чтобы вы обратили на это внимание что это часть вас и что с этим надо научиться жить что это нужно использовать во благо вот как то так с чертями тьмой можно подружиться возможно возможно стать что-то я даже читать не могу возможно стать харизматичной ибо это по генам передается ну конечно можно немного усилий немного практики немного занятий это улыбка это ваше поведение которое можно поменять это я не знаю от многих факторов зависит возьмите коучи там учителей преподаватели которые преподают там ораторское искусство актерское мастерство они очень много говорят про харизме про харизму блин что у меня язык заплетается я сейчас в одной из целей написала по желаниям вот в своей игре про ораторское искусство многие говорят там нелли деревня не умеет правильно излагать свои мысли и так далее думаю ну раз народ мне транслирует что я деревня не могу нормально разговаривать думаю ну ладно надо значит поучиться этому принимаю раз мир это транслирует окей и я каждый день сейчас смотрю по одному ролику и я хочу сказать что все преподаватели разные на youtube открывая вот первые попавшиеся рассказывают о харизме о том что это приобретаемая вещь чувство и так далее то есть про харизму любой преподаватель вот актерского мастерства скажет что это навык нарабатываемый вот так я хотела пересмотреть это видео не успела была мысль скачать ладно не ною а я вам советую просто взять у кого есть терпение и время посмотреть владимира пяти брата глубинная книга четыре видео всего сорок сорок четыре часа я сейчас его опять пересматриваю полтора часа в день за шестьдесят шесть дней вот как раз успею досмотреть его заново это очень-очень-очень много схожего и можно сказать он был инициатором того что я укоренилась в тех мыслях которые у меня были потому что он это рассказывает с точки зрения всех мифов сказок сказаний преданий всех народов то есть он берет историю мифы и сказки все у каждого народа у каждой страны и все это соединяет в единое целое и вот рассказывает нашу историю это очень интересно и конечно я так не расскажу как он он с научной базой доказательной это все делает а не просто голословно как я это решила вам рассказать через свою призму умышления без какой-то там базы вот поэтому послушайте его кому интересно наша эволюция да кто мы что мы как осознать для чего я хочу что не было денег ну какие выгоды ну вот у вас представьте давайте от обратного представьте если у вас будут деньги у вас все есть вот все вот на столе щелкнули вот такой красавец мужик другим пальцем щелкнули вот другой стоит мужик раз дом вот там по улице идешь все дома твои вот все у тебя есть вот все что захочешь каждая мысль сбывается как долго ты так проживешь вот скажи мне пожалуйста стремлений нет цели нет желаний нет смысла жизни нет ты подсознательно понимаешь о том что сейчас тебе деньги дают возможность развиваться учиться познавать что-то новое и не новое не знаю куда-то стремиться достигать целей дело в том что цель это неконечный наш продукт к которому мы стремимся цель она сама по себе бессмысленна смысл в бессмысленности цели смысл в прохождении всего пути по которому мы идем потому что допустим наша жизнь конечная цель это смерть разве может конечная цель жизни быть нашим смыслом то есть у нас нет мы не ставим перед собой задачу иметь смысл жизни умереть в конце конечная цель жизни смерть это бессмысленная цель и стремиться к смерти смысла нет правильно вот а весь смысл то что смерть бессмысленна конечная цель а смысл в ее прохождении пути этой жизни то есть пройти до смерти классно радостно весело счастливо что-то произошло подождите секундочку до людей позвонили у нас чуть свет здесь не погорел счетчик так извините я прервалась за чем не остановилась у нас тут чуть тут погром не произошел дома а так о целях про деньги иметь деньги это тоже бессмысленная цель промежуточный результат для достижения какой-то цели цели у нас не в деньгах цели у нас в каких-то желаниях в достижении желаний на деньги мы просто можем быстрее достичь этих желаний но самой цели на этих желаниях тоже нету они бессмысленны все эти желания весь смысл в пути пока ты достигаешь это желание потому что этот путь и есть ваша жизнь если у вас будут деньги то проживание вот этого пути станет бессмысленным потому что ну не надо будет проживать вот этот путь жизненный ваш потому что вы получите эти деньги ну хорошо обменяйте на желание ну исполните его а потом будет опять следующее желание ну а в саму жизнь пропускаете то есть ее нету вы понимаете вдруг придут вашу жизнь в бесконечном количестве то у вас жизнь закончится так дома вырубился интернет от нового утюга это зашквар ну а с и в и